всем привет дорогие друзья продолжаем играть безумного макса сейчас мы отправимся на территорию суховея и отправимся в лагерь помойки броненосец сложность 2 отобьем этот лагерь здесь еще есть угол а несколько тут у нас снайпер было снайпер и смертельная гонка можно кстати попробовать еще раз да и еще я говорила по поводу горлана я сказала что я не успеваю перерезать кабель что вы убить горлом до того как бойцы накопят ярость да и будут более выносливыми можно конечно это сделать помощью дробовика я просто в этом не сказала я об этом знаю я этого не делала потому что экономлю патроны мне жалко патронов дробовики по той же причине и колеса можно прострелить во время гонки во время погони до уровень сложности либо это автомобиль с броней из шипов да то просто так не протаранишь ну и скорее приходится с помощью группу на скрывать дверь и потом уже вытаскивать водителя если легкая машина то можно конечно и протаранить я коплю на броню по моему нет не на броню но что-то я ему копила 600 не нужно было да я могу прокачать ему снайперку но не это в моих планах до тела горбун третьего уровня прокачать потому что есть сложные угла который я не могу снести не хватает силы нужно прокачивать горбун у нас появились биографии дорожная головорезная когда нам противостоят всего пару врагов можно не заботиться тактики но дорожные головорезы почти никогда не нападают в одиночку но они вообще редко тут в одиночку нападают два вида вот тот кто в ярости с помощью заточки нас может застать врасплох когда мы с кем-то сражаемся он может нанести нам удар и тем самым мы связку можем прервать но и пропасть можем да если мало жизни и еще один враг но я не помню их все не помню всех наизусть еще один враг он сзади нападает на нас нужно с помощью q отбиваться от него и макса мы можем прокачивать его тут есть по мелочи то что есть что прокачать лицо макса испачкала черный мазута на это бесплатно и он похож теперь на дикаря не сказал бы что мне особо это нравится попробовала нет я верну его нормальное состояние зачем мне выпачкать мазутом не знаю может там что-то поинтереснее будет пока мне все устраивает его стандартный внешний вид и сейчас отправимся в суховей водитель вернулся с ним обезьянка в крапчонке пока что неплохо да неплохо есть что прокачать у максы на я не трачу я хотел 600 лома накопить чтобы прокачать горкон да еще кстати вот что если у нас есть собранные детали интересно в крепости джита нам нужно как-то особенно это устанавливать и разговаривать джитом чтобы проект этот он реализовала либо мы помогли чем-то да поехали в суховей после того как отобьем лагерь помойки займемся этим делом активируем соседний район какие сокровища нас ждут не знаю много сокровищ это наверное имеет виду на машине потому что нашего механика интересует только лом и какие-то редкие детали для автомобиля в общем то и макс на 8-цилиндровой машине я мечтаю сначала мы прокачиваем 6-цилиндровую а потом уже восьми никаких деталей из вас не выпало смотрю что нет еще один гнусный татте он очистился по моему я пробовала да уже до третьего уровня так куда мы направлялись это он был давайте его сейчас издалека попробуем убрать нужно поближе подъехать совсем далеко тоже нет смысла просто патроны потратить боевое так нужно оторваться и потушить автомобиль так дробовика попробуй сейчас колеса просто не читать так дробовика попробую сейчас колеска просто видишь-то Че ты даже лично вылез с нами поздороваться. Ничего себе. Вот это честь для нас. Все равно вытащил и потратил в дробовик. И все равно потратил патроны в дробовике. Но ты молодец. А ты не успокоишься, да? Ну сейчас мы тебя так добьем. Отрываем дверь. Что-то не может его вытащить, что ли? Наконец-то. Со здоровьем хреновенько. Ну а я же снайпера устранять отправилась. Отправилась. А это у нас был боевой отряд. С ними шутки плохи, как видите. Подлечиться нечем. Ну, воды-то много можно найти где? Так, запасы есть. Где-то были. Можно объехать, алгерять и обыскать. Мне сейчас с этим сниматься неохота. Куда отправлялся, туда еду. Там, походу, игры найдем где-нибудь лечиться. Калей выведет нас к нефти. Обнаружен маршрут конвоя. Так, нам еще добавят биографию какую-то. Камиказы. Прыгуны или камиказы. Это воины, которые не боятся смерти. Они славятся тем, что прыгают со своей машины на вражеский автомобиль, чтобы вступить в бой. При липучке, значит. Еще из машины будут выпрыгивать. С трудом их можно сбросить с автомобиля. Тут еще эти камиказы добавились. Игра усложняется. Так. Чтобы защитить машину от прыгунов, имеет смысл установить на корпус шипы. У нас есть некоторые шипы, но это сложно назвать шипами, как я уже говорила. Думаю, что еще мы прокачаемся. Ну вот. Ну, давайте тогда снайпера устраним. Пригнись пулемет. Пулемет. Вообще-то я не собираюсь пригибаться. Я хочу устранить его. Так, а где снайпер-то? Так, это у нас воря. Надо его устранить до тех пор. Пока он не убил нас. Так, воря надвигается. Не вижу. Так, давайте посмотрим, где у нас еще кто. Так, это у нас пугало, которое нельзя снести. Место поживо. Давайте вместо поживо отправимся. У нас здесь появляются места на карте. Так, из-за боря ничего не видно. Вот вижу. Едет автомобиль. Так, а и как нам забраться? О, сильное горе. Отмороженное. Чтобы удержать ящик супер-трофеями, выстрелите в него гуркуно. О! Блин! Сейчас опять начнут меня таранить. Не только таранить. Я видела, там ящик какой-то летел. Про него нам и говорили. Вот его какой ящик надо удержать группу, но... Во время бурь тут много, видимо, лома можно собрать. Но тоже, как видите, есть сложности некоторые. Помимо самой бури и грозы, вот нам встретились... ...прихвостнее члема. Боевой отряд. Опять отсюда начинают, блин. А мы можем переместиться туда куда-нибудь? Поближе. Тут вообще можно перемещаться? Нет, нельзя. Можно переместиться, например, вот сюда. Там, где мы провели разведку, можем туда переместиться. Оттуда начнем. Просто надоело каждый раз начинать с лагеря. Джетан. Так, с одним мы с снайпером разобрались. Пугало еще одно. Рядом с лагерем по майке. Вот еще пугало. Там у нас гриф. Снайпер. Снайпер. Сначала снайпера нужно устранить. Посмотрим, есть у нас еще патроны? Нет. Патронов нет, поэтому снайперу устранять смысл тоже нет. Пугало. Если нам по зубам хоть одно пугало, здесь они уже все третьего уровня, четвертого. Там хотя бы еще мы могли некоторых... Некоторые уничтожить, но... Я вижу потеряшек. А, это безобидные были? Это люди за машиной. А, то есть я... Беззащитных избила? Мм. Может, он дальше поедет? Хотела осмотреть. Вот как я только начинаю что-то осматривать, тут как тут, бля. Тут много обломков после... Это я безобидных сбила. Я думала, что это... Отряд шлема. Но нет. Такая вот я нехорошая. Так, на таком расстоянии нельзя позвать. Я думала, сейчас сюда, может, машину подгонит. Механик. Механик. ко мне в гости племянники пришли поэтому иногда даже через дверь записывается песенки разные через дверь и поэтому я вас предупреждаю не всегда получается очистить звук если накладывается на мои комментарии поэтому учтите кто смотрит мои прохождения давно тот знает уже о том что не один раз такая ситуация не первый раз такая ситуация а вот это уже ребята которые с кулаками они еще камнями бросаются посмотрите какие лихие не сдаются действительно хорошо их адресировали что-то до последнего будет драться тем более они не боятся вообще они как будто вообще не представляешь и не задумываются об этом может их вообще наркотик какой-то напичкивает на что вообще боль не чувствует я не удивлюсь у нас место поживо здесь появилось нет мне показалось это у нас пугало чтобы легче было справиться с членом тут пугало нужно уничтожить ослабить его влияние смотри на это убожество по-моему я уже пробовала здесь у нас снайпер у нас всего два очка грифа нету смысла сейчас ехать а вот здесь вода почему-то я проехала мимо ну ладно не поеду уже место поживо в прошлый раз хотела отправиться единственное место пока я здесь нашла место поживо но видимо появляется через какое-то время потому что мы же провели разведку не все места отмечаются но ближайшие места которые можем увидеть кто-то нас пытается обогнать а вот топ угла мы можем снести по-моему к нему я еще не подъезжала так это снесли и здесь можно что-то раздобыть какие-то детали 11-12 все 12 пугало мы уничтожили выполнили мини-задание плюс два лома то есть на два лома больше мы собираем когда обыскиваем места поживо но я отправлюсь туда куда ехала вообще хотела горбун прокачать до того момента как мы отправимся в лагерь помойки могучий вихрь но помимо здесь бурь и гроз видите здесь такие вихри закручиваются так что что-то появилось вот еще место поживо вот мини-лагерь сейчас сюда на огоньок заедем блин опять мило так ты давай ремонтируй тачку пойду поздороваюсь разумеется раз уж тебе обязательно надо оставлять меня одного не всегда успеваем использовать заточку потому что эти лезут дают мне передохнуть окружают так вы здесь охраняли лоб который нужен мне чтобы прокачать мою ласточку это большой бомб а у нас кстати есть бензин в запасе пойдемте проверим у меня у вас лбу фонарь горит а нет на спине на груди так тут у нас лестница так не туда пошла где у нас автомобиль то вот он только что же была рядом с входом выходом и как же я могу легко заблудиться в четырех стенах ну ладно сейчас сначала тогда обычном лагере потом уже проверю есть у нас запасы горючего на всякий случай нужно с собой канистру запасную возить так в принципе не проблема как я уже говорила здесь много запасов с бензином мы оставляем то есть про запас остается чтобы взорвать сцерны в лагерях да мало ли с первого раза может не получится у кого-то или промахнетесь то есть это не проблема но ехать куда-то далеко тоже не всегда захочется поэтому удобно место пожива о смотрите мы такие ящики можем обыскивать я видимо где-то пропустила такие не думала что такие ящики мы можем обыскивать поэтому наверное то и остались где-то места пожилы не собранные я еще говорю не нашла перед глазами было наверное не нашла так боеприпасы еще выше можем подняться тут у нас снайпер наверное был очень удобное место еще боеприпасы хороший такой мы лагерь нашли так макс что у тебя с гаражом о мы можем прокачать ему гарпон да я прокачиваю ему гарпон третьего уровня да и теперь ну а четвертого у меня пока нету столько лома маловато но что поделаешь а кстати макса можно прокачать а нет у меня 19 119 где-то по 100 можно какие-то улучшения в бою приобрести для макса но я ошиблась ну ладно этот автомобиль мы не можем угнать можем так так вернись на этой машине в крепость чтобы добавить ее в свои коллекции вернись вернись вы думаете а как я отсюда выйду как я могу вернуться на этой машине погодите погодите тут что-то взорвать можно как я могу отсюда вернуться на этой машине так потратила так патрон в дробовике не знаю на что они рассчитывали машины здесь не проедет как это делается может с той стороны можно взорвать еще не вся какие-то не знаю по-моему здесь ничего не взрывается ну нифига подобного значит эта машина не может а если мы ее взорвем на лом ее разобрать нельзя прямо там здесь машина а можем на автомобиле переместиться например вот сюда да да прямо на машине сейчас посмотрим если да я ее могу отогнать к джиту нифига подобного это целая загадка для меня вот как раз третий уровень я не смогла об угол разрушить как я не знаю что сейчас проверим новый гарпун исповываем в деле сейчас проверим тянем оу я Так, 60. Убили врагов из фракции. И есть. Тут что? Обыскать. Так, и еще один был. Он куда-то улетел далеко. Его так отбросил хорошо. Он не он. Не знаю. Так. Снайпер-пустоши. Сейчас проверим. Я ведь какие-то патроны. Туча врагов. Тут патроны собирала. Так. Проверим. Да. Есть у нас для снайпера сюрприз. Поэтому поехали. Разберемся с ним. Недалеко от лагеря-помойки он находится. Достаточно близко. Так, вижу. Так, окей. Разобрались с ним. И там, кстати, место пожил. Уровень угрозы пониже. Все, у нас место пожило. Тут мы тоже снайперы уничтожали. Да, тут какая-то свалка. Очень странная. Тут где-то вода есть. А вот вода. Давайте наберем плягу с водой. Как раз я искала. Целую. Как хорошо мы нашли воду. Угу. Пожилы тут у нас есть. Может, Макса прокачаем перед помойкой-то? У нас есть еда. Ну, не знаю, вернусь ли я. Давай. Тут чуть-чуть заполнить практически. Плюс трилома. Тут ничего нету у нас. Ага. Тут мы могли забраться. Так. Так. Тут мы все обыскали и поблизости есть. Быстро возвращаемся в машине. Где-то тут недалеко. Вот. Все. Реликвия. Здесь еще реликвия должна быть. Реликвия прошлого. Ну, если будет какая-то опасность, то механик угонит автомобиль, а мы спрячемся. Ну, или что-нибудь придумаем. Разные же ситуации бывают, правильно? Вообще, для меня целая проблема иногда искать эти реликвии прошлого. Я не знаю. Либо он не видит. То есть мы его иногда прокачали. По этой причине он не видит и не может найти. На карте не отмечено. Нет, не отмечено, что мы не нашли реликвию прошлого, но... В который раз уже не могу найти эту реликвию. Опять невидимый чематан какой-то пропустили. Ну, реликвия должна быть на том месте, где у нас отмечен лом, наверное. То есть вот здесь. Внутри, значит. Так, если вместе ты и я, и он добьемся цели. С машиной разговариваешь. Да, вместе мы команда. Так. Я подумала, где-то здесь. Может быть, здесь какой-то потайной проход. Подвал. Но что-то не видно. Но не особую цену для меня эти реликвии здесь в игре несут. Он комментарии какие-то дает. И это воспоминания из его жизни. Я думаю, что на карте отмечаются какие-то места, которые мы можем найти после того, как фотографии эти просматриваем. Но нет. Это от этого не зависит. Умертельная гонка. Нет. Туда я поеду после того, как разберусь с члемом. Так, давайте отправимся уже туда. Наконец-то. Что у нас? Тут еще я испугала. Ну, ладно. Давайте уже разберемся с помойкой. Тут у нас будет босс в суховее. Я думаю, что будет сложнее, чем тот, с которым мы уже сталкивались. Ну, это интересно. Потому что достаточно легко проходится все. Думаю, сложности будут возникать только в прохождении с боссами. Так, у нас что, минное поле? Ой, ты к нам бежишь? Получил, гад. Куда улетел? Живой, нет? Не вижу. На разведке. Как на охоту вышли. Просматриваем здесь добычу, как львица из стола выглядывает. На этом автомобиле среди овломков у меня такое ощущение появилось. Так, ладно. Это у нас минное поле, но его мы сможем... Так, вот у нас есть информатор, нам подскажет, как можно попасть в лагерь, где у нас потайной вход. А, еще один снайпер. Так, нет снайпера. Так, ее. Я что-то розовое вижу отсюда. Что это за спецэффекты? Проезжайте, проезжайте. Так, бродяга, мы наслышаны о твоих деяниях. Мы, грязные, вонящие обитатели Дюн, знаем, что ты восстал против лорды Члема. Прими нашу похвалу и послушай. Здесь большой лагерь называется Броненосец, и он для Члема очень важен. Если ты собираешься его атаковать, знай, там два входа. Но опасайся и горлона. Когда он начнет попить, они становятся бешеные. Но ты ничего нового для нас не сказал. Там два входа есть. Будем повнимательнее. Одного снайпера я устранила. Так, в лагере нет ворот. По бокам лагерь защищен... Значит, только на двоих сможем попасть в лагерь. Мне интересно, что там такое розовое дымится. Какие у нас обновления здесь? У нас автомобиль какой-то. Мясорубка. Так, контакты с мясорубкой нежелательны. Это может привести к быстрой гибели. По-моему, когда я выпрыгнула из автомобиля, на нас мясорубка нападала, да? Да, я думаю, что это одна из самых опасных машин. Ну вот еще, которая покрыта шипами, а не как раз таранят автомобиля. Я хочу Макса прокачать перед этой схваткой. Я думаю, что нам нужно будет встретиться с помойкой. По лечению урона, наносим его кулаками, прокачивая. Так. Дробовые патроны 4. Винтовочные патроны 7, О-классно. Наконечники для... Грампона 7, заточки 2. Ну, думаю, что нужная штука. Она теперь больше патронов будет. И тут мне не хватает уже. 200, 200. Все по 200. Ну, и будем копить. Так, там он. Бирюзовым цветом что-то дымится. А тут они камни помечают. Зачем? Интересно. Что бы это значило? Тут развлекаются? Так, ну, это не самая большая сложность. Это вначале нам показалось, что это проблема. Потому что я не знала, как, что происходит. Просто знаю, что это... Вовсе не проблема. Тут у нас был снайпер, да? Да не сытая. Да не сытая. Так, это у нас... Немножко повзрывали тут. Ну, так, еще, значит, да? Дальше теперь и гарпун достает. Так, всю защиту мы сбили. Или еще что-то есть. Так, давайте обыщем здесь лагерь. Уже пробегусь здесь, посмотрю, что у нас здесь есть. А вот, нет, не все. Так, что бы нашего Макса на двоих не взорвали, нужно с помощью автомобиля с последним. Последней башней разобраться. Ну, и все, да? Так, давайте смотреть, где у нас вход. Вот вижу тут что-то похожее на мост. Думаю, что отсюда мы сможем найти проход. Если ты в такое расстояние перепрыгнуть не можешь, то тебе позор, Макс. Это у нас лагерь помойки, броненосец называется. Давайте смотрим данные. Здесь у нас 6 лома, эмблема 4. Есть детали разведчики, сложность 2. Ну, ладно. Так, это у нас бензин. Будем знать, что здесь есть бензин. У них тут особая раскраска какая-то. Это у них какая-то, я не знаю, символика. Они себя разными цветами раскрашивают, смотрю. Я еще обратил внимание, когда мы подъезжали к лагере, там камни в разный цвет раскрашены. Так, с этим мы разобрались. Ну, можно из дробовика Горлан уничтожить, но, в принципе, нет в этом особой разницы. Так даже интереснее, кто играет на универсальном, я думаю, почувствую лишь, что не очень сложно. Я думаю, единственная сложность только в том, что с боссами нужно немножко постараться, да? И то в этом большой сложности нет. Ну, и когда вы прокачиваете автомобиль, например, пока вы не прокачаете гарпун, там, броню, да, тоже. Какие-то, может быть, сложности будут возникать, потому что машина не защищена. Ну, так, в общем, достаточно легко. Я могу даже тебя не убивать. Если честно. Мне как-то... Ни тепло, ни холодно от того, что он там сидит, болтает, так даже веселее. Так, тут у нас как вскрывается дверь. Так, это мы ее так вскрываем. Просмотрю, где требуется взрыв. С той стороны. Как нам туда попасть? Сейчас посмотрим, может, с этой стороны можно туда попасть. Да, там есть проход. Мне горло просто особо не мешает, честно сказать. Просто по заданию, чтобы уничтожить лагерь, нужно разобраться с горлом. Так он там висит, болтает ножками. Безобидный горлом. Малыш горлом. Да его не будет, да вот, если мы взорвем насос или... Что там? Большой бабах. Не получалось, я давно хотела закинуть канистру к ним. И взорвать их посередине. Ну, блин. Приемчиком тут научились. Каждый второй теперь подходит обнимать меня. Синий инопланетяне. Вот все. Сохранение. А сейчас... Что происходит? Лагерь помойки устранить легионера помойки. Но самого помойку-то мы не встретили. Так. Наши союзники лагерь заняли. Так он вообще несложный. Где помойка-то? 27 процентов. Но тут мы практически ничего еще не нашли. Сейчас будем обыскивать. Сражаться больше не с кем, да? А помойка у нас где обитает? Такой маленький лагерь. Чудеса чудесные какие-то. Так это с другой стороны вышло. И давайте все обыскивать. Как раз у тебя жизни немного убавилось. Деньки-ди. Поехали вкусняшные. Так, зачем нам еще бензин нужен? Как-то мобили сбросить. Так, где наша машина? Вот с этой стороны. Угу. Вон сбросила, потом подниму. Чтоб потом не подниматься. Так, где у нас еще тут тайники есть? Так, это наши соедники там выглядывают, да? Что-то совсем легко. Ну ладно, горло. А, его уже здесь и не было, видите? Я была права. Я просто так канат перерубила. Угу, вот еще одна эмблема. Это у них сардир на весу. Не измудрились так. Видимо, им совсем здесь тошно, что они даже туалет на весу прикрепили. Так, флягу у нас полная. Эмблема. Что я еще не осматривала? Так, если я спрыгну вниз, там я уже была. Еще одна эмблема и разведчики деталь. Нужно ее найти обязательно. Может что взорвать? Так вот, там у нас бензиночек теперь есть рядом. А тут мы были. Тут как раз я пробралась в лагерь. Это они краской тут баллончиками или чем они тут расписывали стены? Ну, я не знаю, я тут уже была и... Где-то у нас еще осталось одно место. С важной деталью для проекта. Так, союзные лагеря раздобыли для нас деталей. Лома. Что у нас с прокачиванием автомобиля? Так, повышает ударную силу. Так, это у меня есть. Почему ты постоянно это переключаешь? Я не понимаю. Броня так и недоступна, блин. Нетро 500 накопить, что ли? Так, не дает урагам возможности забраться на любую часть шедевра. Я разве это не прокачивала? Осталось немного. Давайте шипы добавим в наши ласточки. А то они стали очень дотошными. Правда. И правда. Потому что тут появились враги, которые из автомобиля запрыгивают нам на капот. Или куда они там запрыгивают, да? И становятся проблемы. Блин, лагерь помойки. Я столько, блин, планировала. Думала, сейчас я с помойкой разберусь. Но почему-то его здесь нет. Лагерь помойки. Блин, одно слово только. Где тогда он? Где помойка? О, нашла эмблему. Хотя бы эмблему нашла. Так, а тут у нас хромой теперь. Как заходишь в лагерь или дальше... Может, как-то у вас получится написать мне, что я пойму. Где я что пропустила. Не понимаю. А, вот. Всё. Можете написать. Я сама нашла. Сколько у нас там проектов-то осталось? Незавершённых. Сто процентов. Вот. Водохранилище. Чистерщики. Металлоломщики. Малые груды лова. 500 нужно ещё ему. Лагерь раздобыть. Пёс баги. Собранные детали. Не знаю. Пёс баги. Димки, Див, в смысле мы должны собаку ему привезти, что ли? Где мы собаку-то найдём? Дальше по сюжету. В общем, всё. С этим мы разобрались. Высоковато спрыгивать-то. Мальчик. Не знаю. 2L ACRES.